МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Горячая тема на горячей линии. В редакции газеты «Грани» пытались разобраться с двойными платежками новочебоксарцев. Истинные патриоты. В канун Дня города Чебоксары лучших из лучших отметили наградами. В центре внимания стрижей атакуют маленькие чебоксарцы и шаолиньские монахи. Чудовищное преступление произошло в Чувашии. В начале недели стало известно о пропаже в Козловке 11-летней девочки. Сегодня пришли плохие вести. Ребенка нашли убитым. Разумеется, возбуждено уголовное дело. Уже задержан и подозреваемый. Задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им являются 52-летние жители республики Татарстан. В ходе допроса он пояснил следователю об обстоятельствах убийства. Так, как следует из материалов уголовного дела, он подъехал к девочке, возвращавшейся домой, и обманув ее, пообещав, что довезет до дома, вывез за пределы города Козловки в лесопосадку, где совершил ее убийство и закопал. А тело потерпевшей с признаками насильственной смерти в настоящее время обнаружено. Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, в том числе и с участием подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела убитой. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Коррупция в сфере ЖКХ – один из самых распространенных видов правонарушений. Во всяком случае, выявляются они настолько часто, что республиканские власти и правоохранительные органы вынуждены были начать настоящую войну с недобросовестными управляющими компаниями. Вести с этого фронта обсудили на заседании Совета при главе Чуваши по противодействию коррупции. «Определенные успехи есть. Многие управляющие компании стараются работать честно», отметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Однако хватает и тех, кто откровенно пренебрегает и моральным, и уголовным кодексом. «Большинство преступлений этой категории – это факты мошенничества, присвоения, растрат, совершаемые руководителями и работниками организации ЖКХ. За 7 месяцев текущего года органами внутренних дел поставлено на учет 47 таких преступлений. Из них 24 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 12 совершены в крупных, особо крупных размерах. Сумма ущерба по расследованным уголовным делам составляет более 11 миллионов рублей». Правоохранительным органам помогают и граждане. Не считая обращений в прокуратуру, ими направлено более полутора тысяч жалоб в госжилинспекцию. В результате перерасчетов платы населения за жилищно-коммунальные услуги возвращено потребителям более 5,5 миллионов рублей. К межведомственному взаимодействию подключены и органы власти. Минстрой Чуваши инициировал несколько исков к муниципалитетам по возвращению субсидий на переселение граждан из ветхого жилья и других целевых траншей. Все эти меры имеют не только финансовый эффект, но и превентивный. Руководители управляющих компаний стали гораздо аккуратнее в работе. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Обсуждалось на Координационном совете по противодействию коррупции ситуация в Новочебоксарске, где 70 с лишним домов никак не могут поделить между собой управляющие компании и поставщики ресурсов. В результате жители получают по две квитанции на оплату одних и тех же услуг. В редакции Новочебоксарской газеты «Грани» прошла горячая линия. На все вопросы граждан попытались ответить сотрудники прокуратуры, горжилы инспекции и глава администрации города. Я Макарова Квардия Васильевна. Проживаю по улице Бульвар Зеленый, дом 21, квартира 9. В мае месяце, по старости лет, за горячую воду и отопление я платила по двум квитанциям «Новеку» и «Мариэл Чувашии». Все звонки на горячую линию начинались примерно так же. Двойные квитанции приходят к жителям домов, которые обслуживает управляющая компания «Новек», а их в Новочебоксарске 73. Администрация города рекомендует жителям многоквартирных домов не тянуть с решением и проголосовать за переход на обслуживание к другой управляющей компании. По данным Александра Сироткина, задолженность населения перед «Новеком» 135 миллионов рублей, 75% из них за горячую воду и отопление. Сам «Новекс» задолжал ресурсоснабжающей организации ТГК 5-79 миллионов, а коммунальным технологиям еще больше – 201 миллион рублей. Деньги собираются у населения сейчас за услугу ТГК 5, а погашаются пошлые долги. Фактически это отвлекалось от текущих платежей граждан, разумеется, и в связи с этим и образовалась задолженность перед ТГК 5. В той задолженности в полном объеме деньги населения выставлены не были. То есть это одна из причин, условно говоря, того, что сегодня баланс не бьет. На сегодняшний день и ТГК 5, и коммунальные технологии вышли с иском о признании «Новек» банкротом. То есть я думаю, это, значит, тоже собственников не может не беспокоить, потому что, по сути, понятно, по тем данным, которые мы сказали, сегодня фактически они банкроты, они не могут рассчитаться по тем обязательствам, которые перед ними выставлены. Эта ситуация с двойными платежками коснулась всех. В редакцию звонили пенсионеры, инвалиды и ветераны Великой Отечественной, которым за 90 и сил воевать с недобросовестной управляющей компанией уже нет. Помощник прокурора Новочебоксарска пообещал лично разобраться с подобными случаями. В ближайшее время, может быть, даже на этой неделе доедем до вас, возможно, даже лично сам я подъеду к вам, приму у вас заявление, и в ваших интересах мы выйдем в суд, постараемся взыскать денежные средства. Все жители Новочебоксарска, которые оплачивали двойные квитанции, могут обратиться в суд за возмещением ущерба. А вот кого обяжут возвращать деньги, пока неизвестно. Первое судебное заседание между Новэком и ТГК-5 назначено на 25 августа. Ранее Новочебоксарска уже возбуждал административное производство в отношении ТГК-5 за самоуправство. Суд его поддержал, так как у ТГК-5 отсутствует договор на выставление квитанций. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. В канун Дня города по уже сложившейся традиции вводятся в строй различные объекты. В этом году акцент был сделан на сфере услуг. В одном из корпусов бывшего хлопчатобумажного комбината разместился контактный центр оператора фиксированной связи Net by Net Holding. Территория Хабака пережила разные, трудные, очень сложные моменты. И то, что учредители, в данном случае и наши, и московские предприниматели, решили на берегу Волги купить на старой площади Хабака данный имущественный комплекс. Это говорит о том, что в нас верят, нам доверяют. И это говорит о том, что деловой климат в экономике, в Чувашской республике улучшается. Чувашия была выбрана не случайно. Этому способствовала развитая инфраструктура, наличие хороших специалистов на рынке труда. Буквально за месяц было набрано 170 человек. В основном это студенты и выпускники местных вузов. Со следующего года территорию в 2000 квадратных метров обживут 400 человек. Подобного места для предоставления сервисных услуг в нашей республике еще не было. Одно из самых главных, наверное, это клиентоориентированность. И в данном случае речь может идти о данном колл-центре как образце для всех сервисных центров, которые работают с гражданами. Особое внимание уделено и оснащению офиса. Сюда будут стекаться звонки и сообщения со всей страны. В день около 10 тысяч. Поэтому каждое рабочее место автоматизировано и имеет отдельную шумоизоляцию. Оборудованы классы обучения и комнаты отдыха. Работа кипит круглые сутки. Общий объем инвестиций в проект составил 400 миллионов рублей. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же в Чебоксарах открылся очередной многофункциональный центр во дворце культуры Салют. Цель очевидна сделать госуслуги максимально доступными и для жителей удаленных микрорайонов. Всего неделю назад наша съемочная группа наблюдала за ходом строительства многофункционального центра. А уже сегодня он готов принять посетителей. Новый МФЦ должен разгрузить Центр госуслуг на улице Ленинградской, который за 4 года работы принял более 600 тысяч человек. Почти что население Чебоксара-Новочебоксарска. В новом же МФЦ заработает 19 окон. Специалистов уже набрали и обучили. До конца 2015 года в Чебоксарах должны появиться 95 универсальных окон по одному на 5 тысяч горожан. Все о них говорят, все о них слышали, но пока мало кто видел. Особенно вблизи. Речь о легендарной пилотажной группе стрижей, которая буквально вчера прилетела в Чебоксары. Сегодня маленьким жителям Чувашии устроили экскурсию на летное поле, где приземлились истребители. Дети, которые живут в Чувашии, вот такие самолеты. К счастью, видели только в мирном небе и по телевизору. Но сегодня у них есть возможность посмотреть на них поближе. На экскурсию приехали школьники, которые отдыхают в загородных лагерях республики, и дети, чьи родители работают на Эларе. Предприятие производит детали для истребителей МиГ-29. Именно на них летают стрижи. Эти самолеты стоят на страже российского неба, с высоты на которой они выполняют фигуры высшего пилотажа. Летчиков не увидишь. Но сегодня их можно было не только рассматривать, но и расспрашивать. Я тоже самое, точно так же, как и вы раньше. Когда-то стоял, задавал вопросы, и когда я увидел пилотаж пилотажной группы, этот пилотаж, мне мурашки пошли по коже, зажег себя какой-то огонек в сердце, и я себе сам сказал, что я буду летчиком и никем другим. Мы спросили, почему бока помяты у самолета. Нам ответили, что он облегает все детали самолета. 13 метров корили 17 метров длина. Кажется, что я маленький муравей, и он с этим самолетом. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самых любопытных приглашали в кабину самолета. Детей я в основном пацанов агитирую, чтобы шли поступать в Воронеж, Армавир, летчики, инженерно-технический состав. Должностей много, летчики в стране всегда нужны. Тем более, какие у нас, таких вообще мало, очень мало. В основном спрашивают в кабине, как много приборов. В основном девочки почему-то лезут, мальчики боятся в кабину лезть. Представительницы прекрасного пола действительно рвались посидеть на месте пилота. Однако, связывать свою профессию с небом они, судя по всему, не собираются. И правда, как следует, из известной песни девушкам положено не летать, а любить отважных летчиков. Это большое удовольствие побывать в кабине самолета. И мало у кого есть такие вот шансы. Я не хочу быть летчиком в будущем, потому что это большая ответственность и как-то страшно, наверное. Воспользовался возможностью посидеть за штурвалом и тот, кто стоит у штурвала республики. Ощущения такие, что на словах даже выразить невозможно. Тут столько приборов, глаза разбегаются, и мне командир говорит, что все в ручном режиме, и глаза должны успевать следить за этими приборами. Это тут десятки приборов, просто не каждый человек способен среагировать глазами на показания этих приборов. Посмотреть, на что способны самолеты и их бесстрашные пилоты все чебоксарцы смогут уже в это воскресенье. За экскурсию летчикам и руководству республики дети тоже приготовили подарок. Это, конечно, не фигуры высшего пилотажа, но от души. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. Кстати, посмотреть на суперсамолеты пришли и те, кого называют суперлюдьми. Шаолинские монахи. Ходят легенды, что шаолинские монахи умеют летать без всяких летательных аппаратов. Так или иначе, истребители МиГ-29 их заинтересовали. Ощущение захватывающее. Очень понравилось. Кстати, посмотреть на выступление монахов чебоксарцы тоже смогут в воскресенье до выступления стрижей. Экзотические гости поучаствуют в зарядке со звездой, а вечером продемонстрируют свое искусство на стадионе «Энергия». Судя по всему, зрелище ожидается не менее захватывающее. «Энергия» 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 Сегодня в Доме правительства участвовали лучших из лучших. По традиции, накануне Дня рождения Чувашской столицы виновниками этого торжества становятся жители Чебоксар. Кто удостоился наград, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Своим примером она увлекает горожан на протяжении четырех лет. Оксана Вербина – бессменная участница массовых зарядок и других спортивных акций. Президенту Федерации фитнеса и аэробики вручили почетную награду. Следующую зарядку она проведет в звании заслуженного работника физкультуры и спорта. Это воистине приятно, потому что все, что мы делаем, мы делаем во благо нашего любимого города, во благо Чувашской республики и во благо спорта вообще в целом. Заслуженным работником сферы обслуживания сегодня стал и старший мастер цеха водопроводных сетей. Их расположение Валерий Иванов за многие годы выучил наизусть. Сейчас, говорит он, в городе прокладывают самые современные трубы. Работаем в нюх кладосил, днем и ночью, дождь, холод, любые сутки времени, чтобы вода была в каждом доме, в каждой квартире. Все силы и энергии вкладываем для достижения своих целей. Государственные награды из руглавы Чувашии сегодня получили 30 человек. Преподаватели, медики, спортсмены, строители. Они такие разные, но объединяет их одно. Виновники торжества трудятся на благо родного города и делают его краше. Им вручали почетные звания о благодарности от российского президента, а супруги Емельяновы удостоились ордена за любовь и верность. Еще один подарок ему готовили напоследок. Для героев торжества устроили обзорную экскурсию на крыше Дома правительства. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. В преддверии праздника чествовали и нового почетного гражданина города Чебоксары. Строителя и общественного деятеля Николая Угаслова поздравила и наша съемочная группа. На высокую награду в этом году претендовали 8 человек. Среди них известный композитор Григорий Маклаков, парашютистка Майя Костина, а также руководители различных городских организаций. Почетным званием решено было наградить заслуженного строителя Чувашия Николая Угаслова. Неданодушно депутат Чебоксарского городского собрания поддержала кандидатуру Угаслова Николая Федоровича. Николай Федорович – известный строитель, меценат. Много сделал для развития города и микрорайона, много еще предстоит сделать. За 34 года существования звания его удостоились 29 человек. Среди них Андриан Николаев и митрополит Варнава – спортсмены и руководители предприятий, историки и творческие деятели. По мнению чебоксарцев, Николай Угаслова достойно продолжил почетный список. Искренне благодарю вас за оценку моего скромного труда и столь очень высокой награды. Компания Николая Угаслова принимала участие в застройке юго-западного, новоюжного и северо-западного районов города Чебоксары. Бюсты Ивана Яковлева и поэта Шелемпи возведены благодаря меценату. Не так давно он возглавил Чувашский национальный конгресс. Николай Федорович награжден орденом за заслуги в строительстве и удостоен звания заслуженной работник культуры Чувашской республики. Дарина Игнатьева, Светлана Алекимова, Андрей Шоколев, Республика. Чистая питьевая вода практически в центре города. Бесплатно, в неограниченных количествах. Речь не о какой-то рекламной акции, а о роднике. Ко дню города источник у площади речников благоустроили и осветили. Пробовала водичку и наша съемочная группа. Еще 24 года назад этот родник коптировали. Проще говоря, оборудовали специальными приспособлениями для сбора и распределения воды. С тех пор он так и тек. Однако в канун 545-летия города источнику сменили имидж. Обустроили красивые подходы, построили беседку. На церемонии открытия, которая состоялась, несмотря на капризы природы, она оказалась очень к стадии. Маленький родник, люди идут сюда получить здоровье. Дух бодрости, вода, она всегда была живительной силой. То, что люди сюда действительно идут, подтвердил рабочий с соседней стройки. Живительную силу он набрал, не дожидаясь окончания торжественной церемонии. Затем облагороженный источник осветили. Кроме небесных сил, родник оберегают и земные службы. Качество и безопасность воды проверяется 4 раза в год. Водичка очень вкусная, понравилась. Я действительно первый раз пробую с этого родника. Очень вкусная, мне понравилась. Мне кажется, вкуснее воды я не пил. В городе более 10 родников, и не все они благоустроенные. Мы поставили задачу все родники в ближайшее время благоустроить. Я родниковую воду пью, потому что она вкусная и полезная. Чем больше родников, тем вообще красивее в городе. Я так считаю, что приезжие особенно будут радоваться. Приедут и попьют холодненькой водички вкусной. Как обещал глава города, благоустройство родников продолжится. Следующий на очереди источник на Хибежской. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Город любит тебя. Таким слоганом накануне открылся парад музыкальных мероприятий к 545-летию Чебоксар. Мои коллеги наслаждались джазовой музыкой вместе с чебоксарцами и гостями столицы. Этот город самый лучший. Пели все собравшиеся на площади республики. Две рок-группы, два оркестра, солисты, более 40 участников проекта «Танцующий город» объяснялись в любви чебоксарам. Горожане были с ними абсолютно согласны. Мероприятие отличное, настроение тоже отличное. Солнце, радость, тепло, доброта. Все посмотрите, какие позитивные, довольные, счастливые, самое главное. Чебоксары – мой любимый город. Я здесь родился, вырос, я счастлив, что я здесь живу. По-моему, самый лучший город в России. Выходные дни чебоксарцев и гостей столицы ждут еще десятки самых интересных праздничных мероприятий. Спортивных, танцевальных, выступлений звезд, пилотажной группы стрижей и многое-многое другое. Увидимся на площадках Дня города. Такой была пятница накануне Дня города. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Хороших выходных еще раз. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин